Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости. На ТВК ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. В июне в Красноярске зафиксировали превышение вредных веществ. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В общей сложности специалисты взяли около тысячи проб атмосферного воздуха и их проверяли на наличие 20 загрязняющих веществ. Анализы показали, что норма превышена на 0,2%. У нас в воздухе зафиксировали превышение бензопирена и взвешенных частиц. Правда, это данные за июнь. Но судя по тому, что в июле режим неблагоприятных метеоусловий у нас сводили дважды, этот месяц вряд ли чем-то порадует красноярцев. С условием того, что горожане вновь жаловались на дымку над городом в конце июля. Превышение фиксировали и датчики общественников. Создатель проекта «Неба-Лайф» Игорь Шпехт говорит, дымка появилась из-за жары и отсутствия ветра. Тот смог, который мы наблюдали с вами в понедельник, это не что иное, а просто скопившиеся внутренние выбросы от города. То есть накладывается жара, накладывается безветрие. И просто мы видим тот смог, который видим, потому что за все время, как бы нас ни убеждали, выбросы внутри города не сокращаются. Летний период спасает ровно из-за того, что просто рассеивание в летний период происходит много быстрее. В летний период мы наблюдаем выбросы, которые происходят равномерно. От автомобилей, от каких-то локальных небольших производств и от того, что в принципе в этот момент не сжигается воду. Именно поэтому мы видим равномерное запретение. Зоомагазины могут запретить продавать животных. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По словам парламентария, животные в зоомагазинах и на птичьих рынках томятся в тесных клетках и аквариумах без выгула, проветривания, инсоляции, температурного режима, социального общения и ветпомощи. По этой причине, цитата, многие животные сильно болеют, становятся инвалидами, а купить здоровое животное практически невозможно, отмечает автор инициативы. К слову, за последние годы ряд зоомагазинов уже отказались от торговли животными, так как не могут достойно их содержать. Но пока таких точек лишь единица. В Кабмине поддержали проект, но рекомендовали прописать, кто именно будет устанавливать требования к местам продажи животных. Ученые начали исследовать Байкал. Особенности этой экспедиции в том, что ее участники изучают не территорию вокруг озера или состав воды, а погружаются в сам водоем. Участники исследования будут искать и поднимать со дна рыболовецкие сети. Экологи не раз говорили, что их залежи на дне с каждым днем становятся большой экологической проблемой. В них путаются рыбы и там же умирают и гниют. В сетях вместе с рыбами и другими обитателями Байкала размножаются водоросли. Это портит местную фауну. Известно, что экспедиция продлится до 5 августа. В ее состав вошли специалисты и исследователи Института океанологии, профессиональные дайверы, сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры, инспекторы и руководители прибрежных территорий. Кроме того, участники исследования возьмут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей. Одну часть проб изучат прямо на борту, суд на другую отправят в лаборатории. На экспедицию потребуется больше 3,5 миллионов рублей. А результатами обещают поделиться уже к концу этого года. Красноярск не вошел в список самых грязных территорий. Наш город расположился на 21-й строчке с загрязнением 7 микрограммов на кубический метр. Это данные российской экологической партии «Зеленый» за 19-25 июля. В оранжевую зону вошли 8 городов. Самым грязным стал Краснодар, на втором месте Канск, а затем Москва. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 26 по 29 июля оказались Центральный и Железнодорожный, а самыми чистыми стали Ленинские и Советские районы. На этом все. Вы смотрели Эконовости. На ТВК увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok